Этот Fiat Linea забрали с автосалона всего месяц назад, а сегодня он нашел себе новое место парковки, но, к сожалению, за забором. Из всех восьми машин, которые снес автобус Basha Autotrans, этой повезло меньше всего. Участок автодороги возле железнодорожного вокзала Уфы один из самых сложных в городе. Совсем недавно движение здесь стало односторонним. На обочинах постоянно припаркованы машины, есть несколько пешеходных переходов и опасный поворот. Сергей Яковлев работает водителем автобуса 14 лет, но сегодня его опыт ему не помог. Спускался с горы, 40 км час ехал, рековышку подрезал, белый свет, но мы не заметили. Еще люди стояли здесь, чтобы людей не давить, вот такая ситуация получилась. Однако очевидцы утверждают, что автобусу никто не мешал. И хотя скорость была небольшая, тяжеловесному транспорту затормозить было сложно. Мы вышли из машины, сделали пять шагов и услышали треск. Вот и на нас едет автобус. Мы отбежали чуть подальше, а тут уже куча собралась. И все, пять секунд прошло. Фиат, Деонексия, Лады шестой модели. Пострадали все. Елена Касьянова свою машину купила два года назад. Теперь говорит, что никогда ее больше не увидит. Теперь ей придется ездить на общественном транспорте. У меня не было, я поставила машину, пошла покупать билеты. Послышала сигнализацию, сработала. Вижу, здесь машины висят, побежала. Вся ситуация. Установлению она не подлежит, потому что у меня вся коробка весь перед разобрана, потому что низкая машина. По версии представителя автоперевозчика, автобус двигался с небольшой скоростью. Водитель треск и транспортное средство исправны. Они уверяют, причина в неизвестном авто, скрывшемся с места ДТП. Сотрудники ГИБДД утверждают обратное. Если нет черных следов на асфальте, значит водитель и не пытался затормозить. А так как призрачного гонщика на белом вазе никто не заметил, возможно его и не было. На сегодняшний день идут следственные действия, правоохранительные органы разберутся во всем. И дадут оценку действиями или бездействия водителя на шоке. Можно точно сказать, что скорость была 14 км в час. Водитель автобуса наверняка все-таки отвлекся или что-то сделал. И от того, что не внимательно водить автобус привело вот таким последствиям. Слава Богу, что никто не пострадал. Госавтоинспекторы призывают горожан быть внимательнее, выбирая место для стоянки автомобиля, чтобы однажды не увидеть автобус, припаркованный на крыше своей машины. Александра Старчак, Дан Хамитов, Пашкирская, Спутниковое телевидение.